Село Боровое Новооскольского района хорошо известно ценителям и собирателям фольклора. За последние полвека там побывали десятки этнографических экспедиций не только из России, но и из-за рубежа. Боровчане бережно хранят свои традиции. Народная песня звучит на каждом празднике, и День села не стал исключением. Подробности в следующем сюжете. Сегодня село Боровое расположено на самом краю Новооскольского района, а когда-то это была граница государства российского. Один за другим строили здесь города-крепости Белгородской засечной черты. По легенде, несколько казачьих семей из города Верхососинска облюбовали место на берегу речки Тихий Уссерт и основали здесь село. Сегодня казаки из Верхососны – почетные гости на праздники. Праздник села здесь традиционно приурочен к Михайлову дню. В память о том, что была когда-то в Боровом каменная Михайловская церковь, к сожалению, разрушенная в 50-е годы 20-го века. Зато тогда же появилась в селе новая достопримечательность – фольклорный коллектив «Сударушка». Валентина Васильевна Горбатовская вспоминает, что уже тогда они пели только песни своего родного села. Мария Федоровна Николенко из соседнего села Большая Ивановка к Боровским пиуньям присоединилась всего несколько лет назад. В летнее время приезжает на репетицию за 5 километров на велосипеде. Говорит, так она спасается от одиночества. И старинные песни, и секреты их исполнения участницы фольклорного коллектива «Сударушка» с радостью передают молодому поколению. Так что звучать этим песням еще многие годы. Ой, да пошел дождь, 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 пошел я кровь, не рекяй. Честовали в этот день и почетных жителей села, и старейших его обитателей, и новорожденных. Поздравили и юбиляров. А в конце праздника уже и боровчане, и гости готовы были пуститься в пляс под разудалую песню. Елена Голотовская, Игорь Доценко, новости мира Белогурья.